Деструктивная позиция Приветствую вас, и смотрите, какая получается история. Первая ваша деструктивная позиция по факту и установка заключается в том, что с вашим недопониманием нужно справляться как-то. Это ошибка, потому что справиться вы с этим никак не сможете. По крайней мере, продолжая с этим справляться так, как вы это делаете, вот на данный момент ничего хорошего у вас не получится. В принципе, вот, потому что, как вы видите, всё это, по сути, выходит из-под контроля. Вот именно сейчас, на данный момент времени. То есть, конфликты, они продолжаются, конфликты, они не исчезают, конфликты, они, в общем-то, не становятся меньше, они становятся только больше, да, я так понимаю, идут по нарастающей. И это вполне естественно, потому что, ну, потому что, это вполне естественно, ведь вы свои чувства пытаетесь сдерживать. Когда любое чувство пытается сдерживать, оно вырывается совсем большей силой. Вот. Другой вопрос заключается в том, значит, что за этим стоит. Ну, начнём, пожалуй, с того, что у вас ревность. И ревность проявляется в том, что очень противно осознавать, что большую часть дня рядом с ним находятся другие девушки, с которыми он просто учится в одной группе и ничего больше. Здесь, с одной стороны, вы, вероятно, сравниваете себя с другими девушками, и, скорее всего, проигрываете в сомнении, потому что сравниваете вы себя не от хорошей жизни, а от того, что, собственно, в себе есть сомнения, и сомнения, видимо, достаточно сильные. Вот. Значит, во-вторых, вы не уверены в себе, вы не уверены в своей ценности для молодого человека, не уверены в своей нужности для молодого человека, не уверены в своей привлекательности для молодого человека, что, конечно, вам также осложняет очень дело. Наконец, далее. вы боитесь остаться, остаться одна, вероятно. Вот. И, возможно, это является теми основными вещами, которые, ну, мотивируют вас на то, чтобы выносить себя на круче. Существуют еще, конечно, и другие аспекты, такие как, например, то, что вы, к примеру, можете бессознательно делать какие-то вещи для того, чтобы отвратить от себя человека, для того, чтобы оттолкнуть от себя человека. Такое тоже может быть вполне естественно. Вот. И тогда можно сказать, что действует, скажем, некий такой запрет на создание семьи у вас. Вот. Хотя здесь, конечно, тоже нужно несколько поисследовать ситуацию, да, чтобы более полно понимать, о чем идет речь. Вот. Значит, во-первых, то, что нужно сделать, это принять свои эмоции, принять свои чувства, потому что, как я уже, в общем-то, сказал, борясь с ними, ничего хорошего вы не добьетесь, ничего хорошего у вас не получится в борьбе с ними, с ними. Вот. Поэтому здесь только нужно работать именно с тем, чтобы принять себя несколько лучше. Вот. И приняв себя и свои чувства, вы сможете понять, чего же вам не хватает и что является, собственно говоря, проблемой. Проблемой именно для, повторюсь, вас. Вот. Потому что сейчас, на данный момент, мы можем только предполагать, по сути, да, что именно с вами происходит. Ну, очевидно, это вот неверно в себе и так далее. Также обратите внимание на то, что вы каким-то образом, условно говоря, допустили в своё сознание то, что молодой человек может вам изменить, по сути. И, коли вы допустили в своё сознание это, то, возможно, опыт измены уже был. Зачастую этот опыт приходит и из семьи. И, соответственно, здесь могут помочь, могут помочь, в том числе, как бы, наработки по детско-родительским отношениям вашим. Хотя это опционально. То есть это совсем такая необязательная история. Вот. Можно, в принципе, обойти и без этого. Вот. Такой вот момент. Значит, такая история. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если он понравился, вам буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.